в эфире программа то что доктор прописал меня зовут наталья башаримова здравствуйте прекрасная пора года лето закончилась остались только самые приятные воспоминания у взрослых это отпуск у детишек это летние каникулы это месяцы беззаботной вольготной жизни но как показывает практика и как показывает осень после такого отдыха могут возникнуть проблемы а вот какие проблемы будем говорить сегодня с нашим гостем я с удовольствием представляю вам нашего гостя алла числава награкова врач дерматовенеролог могилёвского областного кожно-венерологического диспансера алла числа у нас здравствуйте очень рада вас приветствовать в программе и наверное уже у нас такая традиция хорошая добрая сложилось что все-таки начало сентября мы говорим о тех проблемах которые могут возникнуть у детишек к сожалению да после лета могут возникнуть наиболее частое кожное заболевание с которыми обращаются к вам мамы со своими со своими ребятишками ну да летний отдых приносит осенние сюрприз да 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 сюрпризы не всегда приятные но наверное есть очень серьезные проблемы а есть наверное те проблемы которые можно разрешить чаще всего типичные скажем мы уже знаем чего нам ждать конец августа начало сентября для нас горячая пора как и для мам все таки да деток забирают из лагерей от бабушек от дедушек рассматривают внимательно и видят что угу что-то не так что то не что то не так и ну конечно же мы чувствуем посещаемость в конце августа начале сентября с детьми у нас значительно возрастает и мы готовы к этому ну что мы видим до видим как правило грибковое поражение кожи да дети конечно же контактируют животными них любят контактируют довольно плотно таскают передает друг друга и результат на лицо то что мы видим потом что еще но чесотки сейчас поменьше к счастью но ее мы тоже не забываем и с ней тоже мы сталкиваемся ну и случае педикулеза тоже никуда не денешь алла чеславна мы обязательно да по ходу программы наиболее наверное остановимся вот на этих самых распространенных до заболевания дробнее подробнее педикулез чесотка лишай вот сейчас я бы хотела знаете может быть чуть-чуть отвлечься сентябрь дождь вот дождь лето закончилось дождем сентябрь начался дождем может все-таки поменьше вот наверное ведете вы статистику вот прошлый год этот год вот хочется верить что может все-таки поменьше к вам стали обращаться или все равно вот сразу все равно являются новые детки появляются подрастают новые детки не заразились летом привели осенью вы знаете как это ездили где-то были там их начали почему-то подмазали на время проблему скрытая она была да потом проявилась кстати алла чеславна очень хочу сегодня в программе чтобы мы наверное останавливались тоже такими акцентами чем-то помазали уксус керосин не знаю вазелин на лимон растительное масло народных рецептов безумных таких вот рецептов очень много к доктору и только с доктором но безумных рецептов на детях сейчас все меньше от но мажут как правило йодом уже все наслышаны все знают мажут йодом просто йодом замазывают высыпание особенно бабушка если там некуда отвезти ребенка что-то появилось давай-ка йодом помажем может быть и правильно но правильно почему потому что девать ребенка собственно говоря некуда да а что-то делать надо вот ну это не худший вариант худший он в каком смысле что нам затруднена диагностика да 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 вы не увидите нам труднее диагностировать реально болезнь что это такое но все замазано и мы теряем время в плане правильной диагностики постановки диагноза и соответственно правильного лечения да да пока убрать это все а тоже убирается вместе с поверхностью кожи да вот с тем что вы бы взяли для анализа ждем пока перестанет действовать вот это противогрибковое вещество потому что вылечить так нельзя а где-то приглушить можно и мы не можем установить точный диагноз то есть мы ждем определенный промежуток времени когда опять восстановится вот этот возбудитель чтобы мы могли его идентифицировать алла чеслав на давайте подробнее как происходит заражение я понимаю что болезни и заболевания кожных мы сейчас о чем разговариваем какой конкретно мы сейчас давайте как вы скажете либо конкретные заболевали все конкретная давайте мы очень говорим про микроспоридов давайте мы принес тогда и под как происходит заражение это гребковое заболевание то есть грибок должен попасть на кожу ребенка мы говорим о детях и сейчас дала на кожу ребенка чтобы там через какое-то время развилась заболевание хотя он может попасть на кожу ребенка на очень так же он уйдет оттуда смоется Водой. Просто элементарно. Ребёнка помыли, и грибок ушёл. Но, предположим, он остался. Он остался, и тогда эта болезнь потихоньку начинает развиваться. Всё зависит от места, куда грибок попал. Если это кожа, это проще. Если это волосы и волосистая часть головы, то это, конечно, да. Это уже тогда очень сложно. Алла Чеславовна, микроспория – это стригущий лишай. Микроспорий на волосистой части головы – это стригущий лишай. Это только касается головы, да? Это касается микроспорий на голове. Есть общее понимание стригущий лишай, но он именно потому так назван. Если поражается волосистая часть, то в этом месте формируются пятна. И в пятнах, если так рассматривать, волосы как будто срезаны ножницами. То есть пенёчки такие типичные. Они обламываются, и формируются пеньки. И уже сами они там не отрастают. И вот какая бы волнительная мама ни была, она должна обязательно обратить на это внимание. То есть как бы ей страшно не было, что с моим ребёнком происходит, не думать, что это там на солнышке волосы так подгорели или там, не знаю, осыпались. То есть обязательно к доктору. На что ещё обратить внимание? Руки, пальчики, уши? Любые высыпания. Если говорить о микроспорий, то это, как правило, они такие монетовидные. Вот как монетки. В виде монет чётко очерченных, шелушающихся розово-красного цвета. Такие кольцевидные структуры формируют. Они, как правило, ровненькие. Да, это очень характерно. Но на голове это пятна, где отсутствуют волосы. Вот это, конечно, должно насторожить. Это сразу. Алла Числавовна, что ещё? Вот если мы чуть-чуть отойдём от этого заболевания, что ещё всё-таки маму должно насторожить? С пятышками разобрались. Обязательно. Ну вот, не знаю. Маму должен насторожить зуд. Зуд. Непонятный зуд. И настораживает. Такие, да, вот многие сейчас к нам обращаются, ведут детей с зудом. И первый вопрос, не чесотка ли это, а где угодно. Чем меньше ребёнок, тем больше вероятность, что чесоткой будет поражено всё тело, вплоть до лица и волосястой части головы, у маленьких деток. Ой-ой-ой. У маленьких деток тоже такой вот типичный симптом, когда есть высыпание на стопах. Как правило, стопы не поражаются. Там очень твёрдый роговой слой, и чесоточный клещ не может пробуравить. А у маленьких детей – да. Это для нас вот такой тоже диагностический признак чесотки детей. То есть мама после летних каникул, опять же, у бабушки отдыхал ребёнок, или с мамой, да, отправляешь в школу. Или в лагере. Или в лагере пионерском. Вот это сегодня, наверное, оздоровительные лагеря. Здоровительные. Пионерские в прошлом. Да, да, в прошлом. Оздоровительные лагеря обязательно должны осмотреть. Особенно девочек. Но это мы тоже чуть-чуть позже, чуть-чуть подробнее остановимся. Алла Вячеславовна, если говорить о микроспории, курс лечения. Курс лечения. Если вот случилось так, руки вымыли, грибок не задержался, это прелестно, а вот он задержался, начиная своё развитие, в течение какого времени? То есть мы имеем болезнь, да? Мы имеем заболевание. Мы имеем болезнь, мы её подтверждаем, мы назначаем лечение. Мы говорим сейчас о гладкой коже. Да. Не волосистая часть. Да, там сложнее. Значит, лечение, если всё хорошо, если всё правильно делается, да, соблюдаются все наши условия, которые, ну, по болезни мы говорим пациентам, то это минимум три недели. Ну, раз в неделю. Приезжают, да, мама с ребёнком и берут контрольные анализы, сдают контрольные анализы. Мы смотрим. Если грибка нет, то есть должно быть три отрицательных анализа. Тогда мы говорим, да, всё, из лечения произошло. Отрицательных на грибок. На грибок. Грибок не выявляется. Если же хотя бы в одном грибок выявляется, считаем всё сначала. Опять три недели. Опять. То есть должно быть три отрицательных анализа на грибы с разбежкой в неделю. Ну, а если это касается волос, здесь сложнее, да? Ну, волосы, да. Волосы там уже месяцами исчисляются. Длительность лечения, таблетки внутрь, не только местное лечение, стационар и бритьё. И бритьё. И тоже вот эти три недели, если один из анализов нет? Нет, там уже немножко другое. Там должны быть два отрицательных анализа в стационаре, а потом ещё после выписки они ходят к нам на контрольные анализы, мы тоже смотрим. Алла Чеслава, ну сейчас, кто внимательно вас слушает, понятно, что и ручки осмотрели детишек, и уши. Всё осмотрели. Всё осмотрели. А вот как себя вести при заболевании, вот уже когда поставлен диагноз, назначено лечение? Вода? Мы обычно говорим, это буквально под запись, что надо делать, потому что это 50% успеха или неуспеха лечения. Не мыться ни в коем случае. Вот местами. Зубы почистили, глаза помыли там участками, и всё. Даже не мыть голову именно по той причине, что с водой распространяются чешуйки гриба. Мы не знаем, где они уже есть, чтобы не спровоцировать дальнейшее развитие. Это раз. Второе. Обработка одежды, обработка нательного, постельного белья. Это тоже важно. Мы об этом тоже говорим. Потому что чешуйки грибы и там останутся тоже. Плюс правильное смазывание, кратность смазывания обязательно соблюдать и так далее. То есть вот эти вещи строго-строго-строго. Ну, личная гигиена. Тоже будем подробно говорить на личную гигиену. Это полотенце отдельно. Это да, это конечно. Тут уже тапочки. Это азы. Это азы вообще. Алла Числавовна, я хочу сказать. Культура гигиены. Да, культура гигиены. Но у нас такая тема. Да, да. Я тоже, я знаю, век такой, что не каменный у нас. Да, все все знают. Ну, лишний раз напомнить. Да, мы обязательно в программе напомним. Алла Числавовна, мы обязательно продолжим беседу. Сейчас мы посмотрим сюжет, снятый по нашей сегодняшней теме. Затем продолжим беседу. Дети в организованных коллективах чаще всего подвержены заболеваниям микроспории. В народе лишай, чесоткой, педикулезом. Поэтому по возвращении ребенка из оздоровительного лагеря школьника нужно обязательно показать врачу. Школьники осматриваются в первые две недели медицинскими работниками. А в дальнейшем кратность будет уже установлена самим медицинским работникам в школе. В детских садах детки все осматриваются один раз в семь дней. Студентам при заселении в общежитии нужно иметь справку об отсутствии кожно-заразных заболеваний. А в дальнейшем их осматривает медицинский работник. В адрес руководителей наших учреждений, это СПТУ, техникумы, училища, были направлены письма, чтобы они изменили график медицинских работников, чтобы по максимуму осмотреть данный контингент на данное заболевание. В нынешнем году в Могилеве и Могилевском районе выявлено 130 случаев педикулеза. Это заболевание может передаваться даже на поверхности мобильного телефона от больного к здоровому ребенку. Поэтому родителям нужно быть бдительными, напоминают специалисты. На индивидуальном уровне это семьи могут осматривать детей после длительных поездок в лагеря, поездок-выездок за границы, после длительных, после каникул могут осматривать детей. Значит, содержание квартир в чистоте, порядке, регулярная смена постельного белья, нательного белья, уборка помещений. Если вы заметили сыпь или зуд, непременно обратитесь на прием к медработнику. Алла Числавовна, вот мы вместе посмотрели сюжет с нашими телезрителями. Ну вот все, что мы говорим, это правильно, это, наверное, не лишним еще раз повторить. Ребеночка осмотрели, да, и постельное белье, и личная гигиена. Но здесь же еще такой момент. Вот обязательно вас спрашивала, Алла Числавовна, а если слишком часто это все делать? Я не знаю, но есть фанатичные такие, знаете, женщины, которые, ну, прям, ну, настолько не пылинки у них, не мусоринки. Но иммунитет у ребенка, наверное, все-таки тоже должен. Я понимаю, когда ребенок кота во дворе, там, гладил, там, в песочнице играл, да, вымыли ручки, но есть же до фанатизма. Во всем хорошо золотая середина, в том числе и в этом тоже. Любые крайности, они всегда во вред. И какая разница, какая это крайность? Либо ребенок действительно ходит грязно постоянно, да, хотя вот если вот грязные постоянно, кстати, хочу сказать, они более защищены. Прям есть такие гряздульки, такие аж прямо вот. Есть гряздульки, но вы обратите внимание, что такие дети, кстати, меньше болеют. У них уже вырабатываются вот эти вот защитные внутренние реакции на внешние раздражители, и формируется иммунитет. А вот у тех, кто излишне, бесконечно моет, особенно вот эти антиактериальные мыла, салфетки. Вот салфеточки влажные, тут спиртовые, ребенок. Кожа, ну вот абсолютно, вот это ребенок, который в вакууме. И малейший контакт, все, он болеет. Да, да, да. То есть малейший контакт, он болеет. Организм, и организму не на что реагировать, чтобы сформировать защитную реакцию. Да, да, да. И он начинает ее формировать уже в процессе болезни. И вот иногда же можно даже, я слышала не раз, что такое влажные салфетки, спиртовые салфетки, ручки протерли, покушал, яблочко вымыл там, да, сегодня есть средства для мытья фруктов, все. А вот, вот он, там, идем к доктору дерматологу. Пришел с улицы, да, естественно, помыл руки обязательно. Конечно, сменил одежду на домашнюю, да, но, собственно говоря, и все. Перед едой обязательно помыть руки. После посещения туалета обязательно помыть руки, достаточно. И не нужно антибактериальное мыло, обычно, обычно. Мы просто не делаем стерильную кожу, это невозможно. Не нужно, да, прям. Стерильный организм не может жить, просто не может жить во внешней среде. Да, да, да. Алла Числавовна, вот мы еще, вот, кошечки-кошечки, мы говорим, кошечки, а вот есть такой момент, я-то помню, потому что я это запомнила, вы мне говорили, но вдруг вот телезрители, что не всегда достаточно, вернее, можно не только погладив котика, который бегает во дворе. То есть есть еще более контактные... Ведь где живет микроспорум? В чешуйках эпидермиса, да, ну, скажем так, кожи, и в волосах, шерсть животных. Животное посидела на скамеечке, сел ребенок, поиграла в песочницы, очень любят они, особенно котики, там прям для них клондайк, да, и дети рядом. Не надо гладить кота, достаточно проконтактировать с тем, что с него осталось. Поэтому, опять же, еще раз повторяю, мыть. Мыть руки обязательно, мыть руки, менять одежду после улицы. И регулярно осматривать ребенка. То есть когда мы, когда купаете ребенка, когда он мылся, посмотрите, да, где что-то не так. Особенно, вот, может быть, закрыты, вот, пальчики закрыты, где-то какие-то, да, там, подмышечки, там, коленки, да, какие-то такие вот, да. Алла Честовна, ну, это наши телезрители усвоили. Давайте мы теперь еще к той проблеме, о которой мы обозначили, обязательно должны поговорить, это педикулез. Как бы это было, ну, знаете, как, эстетично, неэстетично, это здоровье. Сегодня девочки, будем говорить, может быть, даже и в большей степени про девочки, хотя это общая проблема, и мальчиков, и девочки, длинные волосы. Это красиво. Мамы ухаживают, шампунь, бальзамы, это так женственно. Но вот эта проблема, что делать? Во-первых, что это такое? Как избраниться? Проблема, скажем так, не в длинных волосах, да, просто с длинными волосами, а оно проще зацепить эту проблему, да, потому что, ну, что такое педикулез? То есть педикулез, это заболевание, которое вызывается в шаме, это насекомые, которые ползают, они переползают, там, допустим, на короткие расстояния и могут перепрыгнуть. И если, например, да, длинные волосы, а рядом человек, у которого это заболевание, ну, конечно, заразиться тогда проще. Поэтому, ну, в транспорте лучше всё-таки их убирать. Лучше всё-таки убирать, да. Девочкам, красавицам, вот с длинным волосом всё-таки. Классики, косички, сейчас такие красивые прически есть, да, с длинными волосами. Всё-таки лучше вот это. Это первое, что, наверное, ну, это подростки. Девочек маленьких всё-таки мамы заплетают косички, бантики, заколочки, а вот уже девушки, да, вот они всё-таки убрала. Или к себе сюда, или косу быстренько заплела, убрала. Да, Алла Чеславовна, вот эта проблема, как её решить? Это три дня, это три недели, это за один день. Опять же, лечение педикулёза. Да, лечение педикулёза. Насколько это сложно? По большому счёту, это несложно. Сложнее, ведь что в процессе паразитирования вши на волосах происходит, да? Она питается кровью, прокусывая кожу, да, поэтому... И, в общем-то, как результат сильный зуд. Если приходят, допустим, пациенты на приём, жалуясь на вдруг возникший сильный зуд, и, как правило, это за ушами, затылок, мы видим эти расчёсы. Первый поиск идёт именно на вот этих насекомых. Ну, и они же размножаются, то есть они откладывают яйца, причём так очень интересно, они это делают на волосы и приклеивают эти яйца, то есть там специальный клеевой состав клеится к волосам. И есть такой даже вот диагностический приём, попробовать снять. Иногда похоже на перхоть. И когда мы видим, что не снимается, сидит плотно, значит, да, надо искать гниды дальше. Это называется гниды эти яйца. То есть действительно по виду можно перепутать, что это перхоть? Иногда похоже, иногда похоже, да. И считают, что это столько перхоти у ребёнка, мы видим, а там у гниды. Сменить шампунь, думаю, да? Да, перхоть действительно есть, но там гниды. И труднее именно с гнидами бороться, потому что сейчас куча разных лечебных средств в аптеке. Пожалуйста, не проблема. Сделал всё, за пару часов они погибают. Помыл голову, они, взрослые особи, вымылись. А вот гниды остаются, и их надо правильно вычёсывать. А, так здесь вариант такой, что только вычёсывание. То есть тот шампунь, который лечебный. Только вычёсывание, да. То есть, опять же, повторю, керосин, платочек, бабушка сказала. Это всё воздействие агрессивное на взрослые особи. Но всё равно остаются гниды. Пусть даже они будут сухие, мёртвые, пусть на них тоже подействовало это средство. Но они всё равно будут в волосах. И это при осмотре сразу будет видно. Алла Чеславовна, ну, наверное, может быть, я не права. Исправьте меня, пожалуйста, сразу, чтобы телезрители как бы не подхватили мою мысль. Многие считают, что это не та проблема, с которой мне нужно идти к доктору. Я почитала шампунь, расчесала, вычесала волосы, подрезала ребёнку, как не жалко, да. Или мальчика ещё проще, да, если у мальчика. И всё, я не иду к доктору. Вы знаете, что я хочу сказать? Для многих, наоборот, это шок, когда они узнают, что у них физикулёз. Просто шок. Потому что они никак не могут для себя понять, что, ну, где же я мог заразиться, да. Вот был как-то период, когда приезжали студенты, заселившиеся в общежитии. Вот буквально подряд шло несколько человек, ну, разные общежития, разные города. Ну, как-то вот так, да. То есть там заражались тоже. Классы, наверное. Люди не могут на себя примерить это заболевание. Потому что, конечно, это неприятно. Понимать, что, ну, это может быть. Действительно, можно быть чистоплотным человеком, вот так случайно заразиться. Да, головные уборы чужие, чужие расчёски, средства, да, гигиены не пользоваться. Потому что там могут оставаться вши мелкие, можно не заметить. Могут ниты остаться и таким образом передаться. Да, не примеряем чужие шляпки. Да, чужие головные уборы, любые, лучше не пользоваться. Алла Вячеславовна, вот здесь, вот я даже помню, совсем другая тема. Но мы с вами беседовали, телезрители тоже вспомнят, не вспомнят. Это же касается и грибка ногтя. Да. Маникюрные, да, ножнички, пилочки. Ну, это уже совсем... Это дополнительная тема. Да, это как дополнительная. В общем, личные вещи, они должны быть личными вещами. Ну, да, шок пережили. Ну, это проблема только детская. Взрослых, наверное, уже тут есть. Нет, нет, достаточно. Взрослых тоже встречаются. Встречаются. Да, встречаются. И очень взрослые встречаются. Тут вообще шок. Никто не застрахован. Абсолютно никто не застрахован. Транспорт и перефрыгнул. И люди действительно в шоке. Приходится успокаивать, объяснять, что главное все правильно сделать, и вы забудете об этом. Особенно для чистоплотных людей. Да, это шок. Алла Вячеславовна, еще одна проблема, о которой мы вскользь проговорили, это чесотка. Но это совсем другая история. То есть здесь уже чистоплотный человек, ну, как бы не может, тут ничего не перепрыгнет. Или вообще, что такое чесотка, что там происходит? Всякое бывает. Чесоточный клещ – тоже живое существо, которое поселяется… Нельзя ли его избавиться навсегда всем? Вот чтобы исчезло это заболевание, и вам меньше проблем, как врачам, зерматологам и людям чистоплотным. Это природа, это биоциноз, на который мы вряд ли можем повлиять. То есть наше влияние такое, знаете, относительное. Мы думаем, что мы тут всем управляем. А нами управляют, да. Чесоточный клещ, если появится на коже, ну что ты с ним будешь делать? Только лечить. Мы думаем, что мы всем управляем, на самом деле, да. Испытать шок. Надо просто знать способы передачи, потому что чесотка не передается при обычном рукопожатии. Чесотка невозможно заразиться, взявшись за ручку двери, иначе мы все были бы больные в коже, где спонсили, работающие. И так смешит, когда открывают дверь носовым платочком или пытаются ногой. У вас, наверное, все стерильно, Лачиславовна, и ручки. У нас не стерильно, у нас чисто. Мы, конечно же, все это обрабатываем, но за каждым пациентом ручку тоже не протрешь. Ну, по крайней мере, мы не заразились еще никто таким образом. То есть так заразиться нельзя. Должны совпасть условия. Должен быть очень плотный контакт, длительный достаточно, в определенное время, определенных участков кожи. Ну и температурный режим тоже должен соответствовать. А, так он еще выбирает клещ такой? Конечно, клещ живое существо. Он любит, чтобы было тепло, он любит, чтобы было влажно. Уютно ему было, и темно. Конечно, и поскольку он живет, прогрызая, то есть проникает в кожу, прогрызая кожные покровы, роговой слой, должны быть тонкие участки. То есть почему мы ищем запястье, да, смотрим здесь тоненькое межпальцевое промежутки, низ живота, внутренняя поверхность бедер, половые органы, кстати. Так вот, почему чесотка считается, в общем-то, ну такой, скажем так, сексуально связанной болезнью? Да. Потому что в постели заразиться проще всего. Ну, то есть тогда, получается, паре нужно приходить, да? Ну, это непременно обязательно. Мы обследуем все бытовые контакты, все, кто живет. И более того, даже если мы ничего не находим, мы всегда лечим профилактически всех контактирующих именно в тесном бытовом. Если в классе, например, нет, это совершенно не обязательно. Может, кто-то сидел рядом и тесно контактировал с этим ребенком, может быть, имеет смысл. А все остальные идут просто осмотр. А вот дома, да, потому что там и постельное белье, и, пожалуйста, банное полотенце. Да, но здесь, наверное, заболевания уже и взрослых, и детишек, да? Да, конечно. То есть если пара родителей больна, то тут вот постельная, ребенок. Да, да, здесь как раз вот такие варианты заражения. Ну, вот это, наверное, еще больший шок, чем педикулез узнать, что у тебя чесотка. Ну, люди тоже не хотят принимать. Не хотят, потому что душ, казалось, да, все средства, гигиены. Да, да, есть такое понятие чесотка чистоплотных людей или чесотка инкогнито, когда люди, часто моясь, смывают с себя клещей. И вот эти единичные, которые остались куда-то там пробуравились и сохранились, такие места бывают укромные. А симптоматика все равно зуд бесконечный. Вот этот зуд, особенно в вечернее время, и мы тогда назначаем, зная вот эти вещи, назначаем профилактическое лечение противочесоточное. И некоторые тоже очень-очень возмущаются. У меня же нет чесотки, как вы можете мне такое назначать? То есть это тоже надо знать, что мы боимся упустить, и поэтому лучше профилактически назначать. Но чесотка – это в ночное время зуд. В вечернее ночное время активность самки клеща как раз вечером и ночью. Она начинает работать, муравит кожу. Но вот прям умное, тепло, температура должна быть. Живые существа, конечно, они приспосабливаются. Но лечение недолгое, да? Лечение недолгое, около пяти дней. Ну, опять дней. Нужно согласиться с доктором принять решение. Конечно, и сделать опять же все правильно. И сделать все правильно. Алла Вячеславовна, спасибо огромное. Дорогие друзья, сейчас в программе мы узнаем полезную информацию об одном полезном продукте. Смотрим. Оказывается, если особым способом приготовить гречневую кашу, то она будет гораздо полезней. Перед варкой надо крупу замочить на 7-8 часов. Потом залейте гречку кипятком и оставьте на 5 минут. Каша готова. Если вы залили кашу кипятком, то в ней не успевают разрушиться все полезные вещества. По вкусу такая гречневая каша похожа на недоваренную, но у такой гречки низкий гликемический индекс. Вы не будете поправляться, и у вас не будет зверского аппетита. Гречка полезна для профилактики сахарного диабета. Углеводы из гречки усваиваются медленно. Полезна гречка для профилактики онкологических заболеваний. В гречке много клетчатки, и это прекрасная профилактика рака кишечника. Выбирайте полезные продукты и будьте здоровы! Алла Числавовна, о самых распространенных заболеваниях кожных, то, что может коснуться ребенка в сентябре, мы проговорили. Конечно, обо всем не поговоришь. Но может быть в конце еще такой яркий-яркий акцент. Ошибка всех мам. Мазать, не посоветовавшись с доктором. Давайте, наверное, сакцентируем на таких ярких. Знаете, какая ошибка? Мыть ребенка. Они начинают его мыть. И вот приходят обсыпанные уже все. И накануне предъявка еще раз помыли. То есть вот это все, это четко должно быть у всех в памяти. Любые кожные высыпания ни в коем случае не мыть. Ни в коем случае. Как бы не хотелось. Потому что кожные болезни не любят воду, не любят мытье. А многие даже и благодаря этой воде распространяются, размножаются. По всему телу. Не мыть, да. Ну и стараться, конечно, не мазать. Если есть возможность обратиться к врачу, лучше ничем не мазать. Смазывается картина. Мы не можем взять нормальный анализ. И затягивается, соответственно, диагностика и лечение. Да, да, да. А то увидела пятнышко мама, тут же и кремом, тут же и мылом антибактериальным. А потом же мы к доктору придем чистенькие и нам скажут, что у нас ничего нет. А у нас, оказывается, еще пока диагноз поставят, а потом еще пока лечение. Походить придется. Да, то есть вот это мамы услышали, такие волнующиеся. То есть все мамы и все бабушки услышали. Алла Вячеславовна, несколько слов по профилактике еще. Потому что длинные волосы мы проговорили. Девочки, пожалуйста, да, убирайте волосы свои красивые. Вы красавицы, умницы, такие обаяшечки. Ну, входя в транспорт, уберите свои волосы вот к себе. И вы не будете мешать никому, потому что есть люди, которые могут даже раздражаться, то, что у вас вот такие красивые волосы, у меня таких нет. Алла Вячеславовна, ну люди разные. Да, я тоже такие хочу. Но здесь для себя. Сделайте для себя. И себя берегите. Да, да, да. В первую очередь, конечно, беречь себя. Да, и думайте об этом. Алла Вячеславовна, спасибо вам огромное. Еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Кожа человека – место обитания большого количества различных микроорганизмов. В среднем на каждый квадратный сантиметр загрязненной кожи приходится около 40 тысяч микробов. Причем многие из них болезнетворные. Будьте здоровы! Алла Вячеславовна, огромное вам спасибо, что вы приняли участие в программе. И для всех телезрителей, у кого вдруг случилась такая вот проблемка, или они ее уже заметили, есть и рекомендации, и есть повод не к самолечению, а все-таки обратиться к доктору. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Уважаемые телезрители, берегите себя и будьте здоровы. Берегите себя, берегите своих любимых. До встречи в программе «То, что доктор прописал». Не болейте. До встречи в программе «То, что доктор прописал».